В день памяти Владимира Ильича Ульянова-Ленина, политического деятеля мирового масштаба, ученого-экономиста, нашего земляка, мы предлагаем вспомнить главные этапы его путешествия длиною в жизнь. В этом нам поможет выставка «Одиссея Владимира Ульянова» или «О пользе путешествий». Так, к слову сказать, называлось сочинение, которое написал Владимир Ульянов, обучаясь в Симбирской классической гимназии. Главные пункты нашей «Одиссеи» – это родной город Симбирск. Если проводить параллели, то и так. Но в отличие от мифологического героя «Одиссея», на свою «Итаку» Владимир Ильич Ульянов Ленин более никогда не вернулся. После того, как, закончив гимназию, блестящую с аттестатом зрелости, он покинул город, по крайней мере, официально он здесь никогда не был. После Симбирска был следующий маршрут. Казань. Короткое студенчество в пять месяцев. Арест. Ссылка в Кокушкино. Возвращение в Казань. Только через три года Владимир Ульянов получил разрешение на сдачу экзаменов экстерном. Диплом юриста им был получен в Санкт-Петербургском университете. В столице он устроился помощником присяжного поверенного. Но влекла его недеятельность юриста. Именно в Петербурге полностью сформировались революционные убеждения и желание что-то изменить в общественном строе. Именно тогда Владимир Ильич становится одним из лидеров Петербургского союза борьбы за освобождение рабочего класса. И тогда же он знакомится с Надеждой Константиновной Крупской, которая посещает заседание марксистских кружков. Сама преподает в воскресной школе. За участие в этом союзе и Ульянов, и Крупская были арестованы, высланы Надежда Константиновна в Уфу, Владимир Ульянов в Шушенское. Но Надежда Константиновна решила его сопровождать с условием заключить брак. В Шушенском они обвенчались. Это был брак на всю жизнь. По-своему его можно назвать счастливым. Витрину о пребывании Ленина в Шушенском иллюстрирует уникальный подлинный альбом, который издавался в 60-е годы. Он показывает все ленинские места нашей страны. Один раздел посвящен сибирской ссылке. Кроме видовых открыток прикладывались грампластинки. Вскоре вернувшись из Шушенского, Владимир Ильич уехал за границу. В целом он прожил в двух эмиграциях более 13 лет. Ульянов жил в Женеве, Тюрихе, Лондоне, Париже, Мюнхене и других городах. Подлинные открытки того времени помогают представить, какой была Европа в начале 20-го века. Трость, цилиндр и саквояж – неизменные атрибуты всех путешествий Владимира Ильича. Их тоже можно увидеть на выставке, правда не те, которыми пользовался Ульянов, но подлинные начала 20-го века. Кстати, кепку Ленин надел, когда вернулся в Россию. В апреле 1917 года группе политических эмигрантов разрешили вернуться в Россию. Среди них был Ленин. Сразу после возвращения он печатает апрельские тезисы, где провозглашается курс на социалистическую революцию. Но здесь вновь ожидали Владимира Ильича Ленина различные гонения. Нужно было скрываться, переходить вновь на нелегальное положение. Поэтому это Финляндия. Это известный всем разлив, где они вместе с Зиновьевым скрывались, готовя вооруженное восстание. Это возвращение в столицу Российской империи, в Санкт-Петербург. Ульянов поселился на конспиративной квартире большевички Фофановой. 24 октября после 6 часов вечера Ленин покинул конспиративную квартиру, оставив записку. «Ушел туда, куда вы не хотели, чтобы я уходил. До свидания, Ильич». И вскоре он оказался в штабе революции в Смольном. Октябрьская революция, как ее еще теперь называют Великая революция, завершилась полной победой большевиков. Тогда же состоялся второй съезд Советов, где Владимир Ильич Ленин, триумфатор, подписал и огласил два важнейших первых документа советской власти – «Декрет о мире», «Декрет о земле». В экспозиции есть газетные варианты этих первых советских законов. Сразу после революции Ленин возглавил новое государство, стал председателем Совета народных комиссаров. На двух выставочных фотографиях можно увидеть Ленина в своем кабинете того периода. Они сделаны фотографом Жуковым. Маршрут уникального путешествия длиною в жизнь завершился 21 января 1924 года. Последним пристанищем Ленина стали подмосковные горки. Стоит, наверное, подчеркнуть, что осталось богатейшее ленинское наследие, которое при любом отношении к этой личности нужно изучать, читать и осмысливать заново. Ирина Антонова, Александр Кудряшов, Новости Улл Правда ТВ.